Норма, которая нами была принята, позволяет достраивать все дома, независимо от их правовой формы, организационно-правовой, сегодня. Но компенсацию, а это тоже возможно, дольщики могут получать в том случае, если их организационно-правовая форма не является жилищно-строительным кооперативом. А если жилищно-строительный кооператив, то члены ЖСК не имеют возможности сегодня получить компенсацию по рыночной стоимости жилья, именно по рыночной сегодняшней стоимости по местному хождению дома, по причине того, что в законе это не предполагается. И вот мы, когда обсуждали этот вопрос, люди поднимали проблему, почему и обращались в времена года. У нас с вами из 31 дома, которые будут достраиваться федеральными структурами, 10 как раз имеют организационно-правовую форму ЖСК. Но для того, чтобы распространить на членов ЖСК, обманутых дольщиков, норму федерального закона, возможности получения компенсации, необходимо вносить изменения в федеральный закон. Вы собираетесь их вносить? Да. Более того, письмо с просьбой нам проработать эту поправку, а учитывая, что это затраты федерального бюджета, направил председатель правительства, получил его поддержку в этом вопросе. И сегодня в профильных ведомствах рассматривается это предложение. Если только мы достаточно оперативно в ближайшее время выйдем на согласованную позицию, надеюсь, мы решим этот вопрос и инициируем уже поправку, которую будет рассматривать Государственная Дума.